Объявила о ликвидации предприятия своего, и тут наступило понимание, что мы попали в очень серьезную ситуацию, и без помощи властей из этой ситуации нам не выбраться. Собственно говоря, поэтому мы и инициировали, ну и написали письма, обращение всевозможной силовой структуры в органы государственной власти. Александр, извините, я вас перебью, я прослушала, вы сказали про то, что вы вступили в это, ну не на стадии строительства, а решили купить квартиру уже? Да, мы квартиру покупали летом 2010 года, когда уже стадия строительства была, ну практически последняя стадия, на последней стадии это строительство находилось, поэтому... То есть вы осторожный человек? Да, я достаточно осторожный человек, и в семье мы принимаем решения такие, очень взвешенные, осторожные, поэтому думалось, что мы совершаем правильный поступок, но вот господа, которые строят этот дом, видимо, решили немножечко по-другому. Что говорит жена, Александр? Жена говорит, что надо пытаться спасать ситуацию, что надо обращаться, что надо, чтобы об этой проблеме знали не только мы, покупатели этих квартир, а чтобы эту проблему, об этой проблеме услышало руководство и города, префектуры Южного округа, ну что мы, собственно говоря, и делаем, видимо, поэтому мы на этой передаче. Спасибо большое, Александр. А как долго, вот еще один вопрос, вы копили деньги на покупку этой квартиры? Вы знаете, я давно занимаюсь бизнесом, и супруга тоже долгое время и много работала, поэтому процесс этот был крайне длительным, но я думаю, что не меньше десятилетия. Спасибо, Александр. И второй гость у нас Михаил Саликов. Михаил, а вы когда решили купить квартиру, и кто посоветовал вам именно вложить деньги в это строительство? Ну, мы примерно так же рассматривали достаточно много вариантов именно в нашем районе, и само по себе местоположение дома, этот дом находится в парке, недалеко от метро. Для нас это явилось определяющим фактором, когда мы выбирали. Была ссылка при покупке квартиры на то, что дом строится при содействии Росатомстроя, и это все успокаивало. Для покупки квартиры мы в свое время продали однокомнатную квартиру, которая была у нас в собственности. Я понимаю, что вас привлекло для покупки, внимание ваше, почему этот дом привлек, 223 квартиры, затем подземная автостоянка, индивидуальное строительство. Хорошие условия, 33 дерева, каштан, липа, клен, кустарники, сирень, вы все это, наверное, читали и думали, как вы будете жить в этом доме и пользоваться этой подземной автостоянкой, купите место, и ваши дети будут гулять среди деревьев. Правильно? На это обращал кто-нибудь внимание? Среди деревьев, в парке, конечно, там и детские площадки, цветники. Да. А вот сейчас дом на стадии, на какой находится? То есть там стеклопакеты стоят, коробка есть, внутри отделки нет, да? Кто из вас был в последний раз? Значит, стекление дома практически завершено, не хватает только стекления нескольких банконов, там может быть процентов 20 из всей площади остекления. Ваша квартира потенциально застеклена? Моя квартира, лично моя квартира застеклена, но она вот в таком состоянии, в каком я ее увидел неделю назад, я ее в таком же состоянии виден год назад, ровно в таком же. Там перегородки, да, внутри? Нет, перегородок там нет, там в два кирпича вынуждены контуры будущих комнат. То есть вы даже в худшем положении, чем мастер тыква, да, у него были уже кирпичи со всех сторон, да? А у вас как бы несколько предъявлено. По перегородкам я никаких претензий не могу предъявить застройщику, поскольку то, что перегородок не будет, это было в договоре. Оговорено. Да, это было оговорено. Но на настоящий момент к дому не подведены центральные коммуникации, совершенно нет электричества. И как будет развиваться ситуация с электричеством, с подключением по постоянной схеме, совершенно непонятно. Застройщик не называет никаких, даже предполагаемых дат, когда эта проблема будет решена. Соответственно, если нет электричества в доме, нет отопления, нельзя до конца проводить отделочные работы, нельзя ни красить, ни, по сути, отделку дома закончить из-за этого нельзя. Илья, а вы не сгущаете тучи? Может быть, не все так вот сумрачно? Может быть, вы не верите в то, что перед вами будет выполнено обязательство? Или слишком долгое время это тянется? Вы знаете, сроки окончания строительства и передачи нам квартир уже прошли. Никаких внятных обещаний застройщика с указанием конкретных сроков не называется. То есть, в принципе, у меня совершенно нет никакого понятия, когда все это будет закончено. Алексей. Могу заверить вас в данной ситуации, что сотрудниками отдела экономической безопасности ситуация будет разобрана, так скажем. По кирпичикам. По кирпичикам, да, можно так образом сказать. И если действительно задержка передачи квартиры в собственность является, так скажем, следствием незаконных действий, предумышленных действий или каких-то действий, связанных в первую очередь с извлечением какой-то корыстной заинтересованности, для руководителей данного строительства, то они будут привлечены к ответственности, потому что действительно ситуации такие, что надо отдать должное, так скажем, выдержки наших сограждан в данной ситуации, то есть, что вы, в принципе, правильно поступаете, идете, так скажем, в правовом, действуете в правовом поле, идете путем, так скажем, законным, не выходите, не перекрываете движение транспорта и не ведете, так скажем, свою работу, работу, так скажем, по восстановлению своих прав какими-то незаконными путями, а пришли к нам, пришли в суд, в прокуратуру. Вот. Данной ситуацией могу сказать, что занимаются наиболее опытные сотрудники, которые уже, так скажем, занимались аналогичными ситуациями в Москве и привлекали к ответственности лиц по похожим ситуациям, похожих ситуациям. Вот. Поэтому сделаем все возможное и в кратчайшие сроки, с учетом того, что ситуация действительно такая, не совсем здоровая, так скажем, поэтому работа будет доведена до конца. Ну, конечно, обращусь и к вам с просьбой, чтобы вы оказывали максимальную информационную поддержку и содействие нашим сотрудникам в работе, потому что, так скажем, она необходима, чтобы не бросали их и все какие-либо сведения, какие-либо документы, информация, которая у вас дополнительная будет, вы вовремя доводили, контакты все у вас будут и какие-то вопросы будут возникать рабочие, конечно, вы можете всегда рассчитывать на мое мнение и на мои какие-то силы и средства. Вот. Поэтому я думаю, что в ближайшее время, буквально несколько дней, у нас будет какая-то уже ясная позиция по данной ситуации. Вот. И мы будем, сможем уже ясно себе представлять всю картину произошедшего в данном вопросе. Вы знаете, вот есть вот такое словосочетание, заезженные уже обманутые дольщики. Вот. Я, например, считаю, что вот этими пресмогутыми обманутыми дольщиками мы пока не стали. Я тоже на это надеюсь. Хочу зачитать вам отрывок небольшой из любимого мною произведения «Приключения Типолина». Мастер тыква работал медленно и осторожно, боясь слишком быстро из-за расхода все свои драгоценные кирпичики. Он клал их один на другой, так бережно, будто они были стеклянные. Он-то хорошо знал, чего стоит каждый кирпичик. Вот это приговаривал он, взяв один из кирпичей и поглаживая его, словно котенка. Это тот самый кирпич, что я раздобыл 10 лет тому назад, к Рождеству. Я купил его на те деньги, что припас на курицу к празднику. Ну, курятиной я полакомлюсь потом. И вот домик был совсем готов. Мастер тыква попытался было в него войти, но угодил колено в потолок и чуть не оброшил все сооружение. Наши жильцы угодили в ловушку, ну, совершенно другую, в ловушку застройщика. Вот я хочу пожелать вам, чтобы вы выбрались из этой ловушки и решили все свои проблемы. Спасибо вам большое, что были с нами. Спасибо, Алексей, большое, что вы тоже пришли. Спасибо, Илья. Желаю вам всего самого наилучшего. Надеюсь, на вашу проблему откликнулся много людей, и она все-таки будет решена. А с вами я прощаюсь, дорогие телезрители. С вами была программа «Центр внимания» и я, Наталья Мальцева. До встречи через неделю. Редактор субтитров А.Семкин